Воздушный, нежный, абсолютно непривычный по своей текстуре и вкусу. Привет, друзья! Сегодня у меня для вас рецепт легендарного японского хлопкового чизкейка. Сразу хочу сказать, что вкус у него необычный и непривычный, скорее это нечто среднее между чизкейком и пышным омлетом. Но после первого удивления приходит понимание, что это очень нежно, очень воздушно и очень-очень вкусно. Я буду готовить в силиконовой форме. Она у меня с таким усилителем или укрепителем, короче, пластмассовым кольцом, который позволяет хорошо держать форму. Диаметр 18 сантиметров, высота 6. Нужно сделать бортики из пергамента. В принципе, отходит от силикона хорошо, но этот чизкейк очень поднимается, поэтому бортики скорее для того, чтобы он не убежал, но очень высокие тоже не делайте, не будете видеть шапку. На дно я тоже делаю кружок из пергамента и тоже не для того, чтобы он не приставал, потому что, как я уже сказала, от силикона отходит хорошо, скорее, чтобы дно меньше подмакало. Вот такая конструкция. Еще мне нужна какая-либо емкость, в которую я могу налить воду и в нее хорошо встанет форма. Здесь у меня уровень примерно 1,5 см. Можно наливать воду и в противень, но мне кажется, так удобнее. Эту форму я сразу же ставлю в духовку. 4 яйца я делю на желтки и белки, ставлю сотейник на плиту, в сотейник наливаю 80 мл молока, выкладываю 40 г сливочного масла, я его нарезала кубиком и 180 г сливочного сыра типа Филадельфия. Включаю небольшой нагрев и постоянно помешивая, превращаю все в гладкую однородную массу. То есть сливочный сыр и масло должны распуститься или раствориться, в общем смешаться. Чтобы все это было быстрее и проще, желательно продукты заранее достать из холодильника. Греть и мешать до тех пор, пока масса не станет именно гладкой. Крупинок не осталось и нагрев я выключаю. Просеиваю в сырную массу 50 г муки и 15 г кукурузного крахмала и опять мешаю. Опять же, пока масса не станет однородной. В общем есть где потренировать руки. Можно конечно так не стараться, заняться потом процеживанием этой массы, но это скучно и опять же никакой физической подготовки. А нам любителям десертов она ой как нужна. И теперь в эту массу добавьте пол чайной ложки ванильной пасты, желтки и опять все тщательно перемешайте. Перемешайте. Не придется массу перелить, потому что емкости сотейника не хватает для всего теста. Но если у вас посуда попросторнее, можете оставить в ней. Перехожу к взбиванию белков. С щепоткой соли взбиваю их до пышной пышной пены. После этого дождиком ввожу сахар. Взбиваю сначала на минимальных оборотах, постепенно их повышая, но на турбо режим я не перехожу. Потом добавляю чайную ложку лимонного сока и взбиваю все вместе до такой плотной, белой, почти устойчивой массы. Это состояние тоже называется птичьи клювы. Как вы понимаете, птичьи клювы бывают разные. Есть такие воробьиный птичий клюв, такой маленький, остренький, это такие жесткие пики. А я буду взбивать до таких птичьих клювов загнутых. Это такая стадия перед жесткими пиками. Вот это хорошо. Посмотрите, масса плотная, блестящая, белая. Видите, какой птичий клюв, такой загнутый. Видите, он подрагивает на конце. Орлином его, конечно, не зовешь, но пусть будет как у попугая, например. И теперь эти белки я аккуратно венчиком несколько приемов вмешиваю в сырную массу. Делаю это аккуратно, двигаясь от центра к периферии. Кстати, по уже сложившейся традиции предлагаю опрос по поводу любви к чизкейкам. Например, такой вариант первый. Обожаю чизкейки любых видов, форм с любыми наполнителями. Могу есть каждый день, предпочитаю всем другим тортам. Вариант второй. Чизкейки нравятся, но отношусь к ним спокойно. Они для меня наравне с другими тортами. Могу есть, могу не есть. И вариант третий. Не понимаю чизкейки, не люблю, не ем и никогда не буду. Выбирайте в комментариях первый, второй или третий вариант. А также, если чизкейк любите, можете написать, какой вам нравится больше всего. Смотрите, какая красота! И венчик больше не нужен. Перед тем, как выливать тесто в форму, нужно дополнительно хорошо промешать его лопаткой. Когда будете мешать, увидите, что цвет его такой неоднородный, как бы поднимается еще со дна. А нам нужно добиться, чтобы масса была ровной и по текстуре и по цвету. Если вы используете разъемную форму, тогда вам нужно будет сверху обернуть ее фольгой. Сделать для нее как бы такую защиту от воды. Тесто выливайте аккуратно, чтобы оно прижало пергамент. Ну и два притопа, два прихлопа, куда же без них. Все аккуратно перемещать в духовку. Чизкейк готов. Все, что положено, в духовке он отстоял. Во время выпекания достаточно поднялся и немного осел. Это неизбежно. Теперь нужно сделать несколько аккуратных переворотов. Дрожжащие текстуры японского чизкейка. Такая текстура получается, если вы разрезаете его сразу после выпекания. Но после того, как он постоял в духовке положенное время. На следующий день текстура будет у чизкейка уже другой, более плотной. И вкус сразу после выпечки и на следующий день тоже разный. Попробуйте так и так, как вам понравится больше. Мне нравится больше на следующий день. Вот это знаменитая дрожжалочка. Видите? Ну, он, конечно, красивый и с этим не поспоришь. А вот так он выглядит на следующий день. Видите, более плотный. У меня этих чизкейков уже полный холодильник. Благодаря моим экспериментам еще немного и я чувствую, у меня изменится разрез глаз и я превращусь в японку. Можно подавать ему сейчас любой фруктовый ягодный соус. Мы попробовали, нам очень понравился клубничный. Обычная протертая клубника. Если не сладкая, добавьте сахар. Вот такой японский хлопковый чизкейк у меня получился. Я желаю вам приятного аппетита! Приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр! Если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им в социальных сетях. Если что-то не получается, спрашивайте. Я непременно отвечу. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok